В Каменске-Уральском на тамошнем телевидении в передаче «Острый вопрос» случилось окончательное разоблачение руководителя организации «Трезвый Урал» Максима Издакова как спиртоторговца. Случилось это в рамках теледебатов, в которых с одной стороны участвовали сам Максим Издаков и его новая пассия, депутатка Гурдумы Азбеста Наталья Крылова, а с другой стороны директор ТАУ Иннокентий Шеремет, руководитель партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев и азбестовский блогер и давний критик Крыловой Денис Бульдозер Елистратов. Понятно, что пока нет решения суда о том, что Максим Издаков под соусом, как выяснилось, несуществующей организации «Трезвый Урал» проводит антиалкогольные рейды с одной целью, чтобы напрячь бутлягеров, разорить их конфискацией товара и штрафами, ну и в итоге заставить их покупать фунфури у Издакова. Раньше мы уже рассказывали, что сами спиртоторговцы обвиняли Издакова в вышесказанном, но делали это инкогнитно. В телевизоре им приходилось менять голос. Люди реально опасались мести. В этот раз перед дебатами отыскался смелый молодой парень Олег, который еще недавно работал вместе с Максимом Издаковым в Первоуральске на антибутлигерской Ниве. И он согласился в открытую своим голосом рассказать о Издаковской схеме. Но случилось так, что Олег сейчас тянет срочку в российской армии. И находится далеко от Урала. Потому. Впрямую в дебатах он поучаствовать не смог. Но он все, что знал, рассказал по телефону. И это откровение стало главной доказухой в остреньком телешоу. Кто-то скажет, ну например, Издаков. Что типа, просто какого-то чела записали? Что за голословное обвинение? Конечно, было бы красиво связаться с Олегом по скайпу, чтобы видеть его лицо. Но, сами понимаете, он в армии. Ему и по телефону-то было сложно поговорить, чтобы начальство не запалило. А видеозвонок, по его словам, в тех условиях просто нереален. Но, что важно, отличие откровения Олега от всех прошлых обвинений Максима Издакова в том, что Олег готов идти до победного конца и дать свидетельские показания даже в суде, если до него дело дойдет. В общем-то, ничего нового Олег не сказал. Но важно, что он заявил это с открытым забралом. И по итогам дебатов, Иннокентий Шеремет обратился к силовикам с просьбой рассмотреть это сообщение в СМИ как заяву в полицию и проверить деятельность Максима Издакова. Ну, короче, чтобы не быть голословным, давайте уже послушаем откровение бывшего соратника Максима Издакова, а ныне солдата Олега. Если бы вам предоставилась возможность лично в глаза ему это сказать, вы бы ему смогли? Например, в прямом эфире? В прямом эфире. Можете ему это в глаза сказать? Ну да. Почему бы нет? Просто, понимаете, не всегда есть такая возможность. Не технически, не всегда возможность есть. Да, да, я правильно. Да, да, все верно. Конкретно его схема была такая, что приезжают, забирают. При этом же... Ты еще раз, приезжают, забирают, что там разрез был? Ну, забирают с сотрудниками полиции, с сотрудниками полиции делают рейд. Ага. То есть приезжают, закупают спирт, вызывают сотрудников полиции, приезжают сотрудники, соответственно, изымают этот спирт, после чего все разъезжаются. Был, не знаю, конечно, кто, отдельно взятый человек, который звонил предпринимателям и говорил, что если вы будете брать спирт у нас, с вами все будет хорошо, то есть вас никто трогать не будет. То есть вот вся она схема, она на самом деле очень простая. Я понял. А как она относилась конкретно к Яздакову? Он потом говорил этим предпринимателям, что это его спирт? Или они даже не знали об этом? Конкретно, ну, мне кажется, это дураку понятно, что это от него люди были. А, ну, понятно. То есть причина-следственная связь, да? Ну, да, естественно. После каждого его рейда звонил человек и договаривался о том, что будут брать спирт только у них. Большинство соглашалось, да? Много. Я не скажу, что большинство, но очень много людей соглашалось от безысходности. Потому что кто отказывался, он приезжал на второй раз, на третий раз, на четвертый, понимаете? Как и были в видео, где один магазин, то есть он был по 10-15 раз. Объемы очень большие. Ну, сколько? Миллион фунтов в час? Ну, 4-5 поддонов в неделю, то есть у него ходило. А в поддоне сколько этих фунтфурей? Или да, коробки там получаются? Да, да, все верно. Там коробки. А-а-а. 55, по-моему, коробок. 75 коробок приблизительно там где-то по сколько? По 20, по 30, по 50, сколько там? По 50. 50 на 75, это получается 3,5 тысячи. И 5-7 коробок в неделю, таких у поддонов точнее, да? Ну, да, да. 5 поддонов по 3,5. То есть примерно 15 тысяч фунтфурей, 15-20 тысяч фунтфуриков в неделю у него ходило. Ну, да, этот человек зарабатывал очень даже неплохо на этом. У него очень хороший бизнес. А это в чем-то проявлялось? Он какое-то покупал имущество за счет этих? Слушайте, имущество я не могу сказать, так как этот человек, ну, далеко сам не трезвый уралец. То есть любитель выпить, а? Да, он любит пригубить. Прямо очень любит. У него было такое условие, как бы, если конкретно сотрудники полиции без него приезжают забирать, ну, либо кто-то другой, он возвращает стоимость этой продукции, либо привозит свою продукцию, то есть на столько, сколько забрали. А то есть он еще крышевал их после этого, получается? Ну, получается, что да, это можно и так назвать. То есть он говорил, я дам вам либо защиту от полиции, либо компенсирую затраты, если это будет, мой товар будет без меня забран. Да, вот так, что ли, как-то? Да, 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 все верно. По факту никакой общественной организации вообще не существует. То есть, ну, это пустышка, на самом деле. Трезвый Урал, Трезвый Урал, да? Да, да, все верно. Это просто пустышка, которая, как бы, ну, группа, просто группа ВКонтакте, до этого там ноготочки раньше делали на этой группе. Серьезно? А он ее купил или сам зарегистрировал? Нет, были люди, которые, как бы, ему отдали страничку, он ее сделал. До этого он вообще просто ездил на закупки, ну, как бы, без всякого, без сопровождения, без всякого. Вот. Сам приезжал, просто подирал. Какое-то время начал это все на видео снимать, выкладывать в интернет. Дмитрий Чукреев уже давно знал о хитроковарной схеме Максима Издакова, но раньше в открытую ему предъявы не кидал. На теледебатах же он высказал ему все, что думает о нем. Я разговаривал с тремя предпринимателями из Первый Уральск, которые подтвердили все наши догадки, опасения. Когда вот мы начали посещать Первый Уральск с нашими рейдами, где мы заезжали в различные магазины, наемли на 12, Максим, ты этот магазин хорошо знаешь, давай уж откровенно говорить, ну, еще ряд там других магазинов. И вот продавцы и предприниматели, которые приезжали, они были в шоке. Они говорили, какого черта Чукреев ты сюда ездишь? У тебя ж с ездоковым все ровно, что случилось-то? И как бы, ну, я был немножко, честно говоря, в шоке от этого всего. Вот, и мы как бы немножко разобрались в этой ситуации, все было предельно понятно. Мы как бы рассказали свою версию происходящего. Не знаю, что там рассказывал Максим, но, насколько мне известно, по сей день продолжаются различные эпопеи вот с этим спиртом. Для себя, для себя лично я знаю правду этой ситуации всей и знаю, какую роль там принимал Максим и принимает до сих пор, какую роль там остальные его товарищи принимают. Теледебаты продолжались 110 минут. И понятно, что речь на них шла не только о Максиме Издакове, но и о Наталье Крыловой, к которой у оппонентов накопилась куча вопросов. Ну, например, на какие деньги она существует, если в Гордуме Азбеста зарплату не получает? И Наталья Владимировна ответили, и ответ шокировал оппонентов. Но об этом мы подробнее расскажем завтра. А вот вопрос, на который Наталья Крылова не ответила. Ну, типа отмахнулась, да не лезьте в личную жизнь. И ее можно понять. Я прекрасно знаю, что вы знаете, чем занимается Издаков. Хотя бы потому, что если он вам это не рассказывал, вы могли это догадаться, плюс вы самый верный, мой телезритель. Вы видели все репортажи, посвященные вам и Издакову. Вы прекрасно знаете, в чем мы обвиняем Издакова. Вот, Наталья Владимировна, у меня сразу к вам просьба. И это как бы первый вопрос, который я вам задаю в ходе этих дебатов. Вот если нам удастся убедительно это доказать, вы даете мне слово, что уже завтра вы извинитесь перед одураченными вами избирателями, а ведь вы ездили и агитировали за Издакова в ходе политических кампаний. Ну, это лживые какие-то были антиспиртовые рейды. Ну, и Наталья Владимировна, я понимаю, что вас неудержимо тянет мужчинам с непростой жизненной судьбой. У меня категорическая просьба. Перестаньте после этого эфира заниматься с гражданином Издаковым половой жизни. Перестаньте с ними совокупляться.